Дорогие мои участницы интенсива «Прыжок за красные флажки», я приветствую вас в нашем пятом дне. И о чём же у нас была основная речь, о чём у нас основная идея была в нашем интенсиве? Прошло четыре дня, и вы прошли по каким-то этапам. И вот это вот задание такое сложное, сделать плохо? Как? Как это сделать плохо? И это вот как раз самая-то граница. Плохо. Меня с детства приучили делать хорошо. Как же я могу сделать плохо? И вот она, основная трудность сделать плохо. Ошибиться, не попасть в размер. Но что за этим кроется? Я утверждаю, что новые идеи кроются в ошибках. Смотрите, как это было у меня. Я вязала с детства. Я давно вязала на машине. Я очень любила вязание, всегда любила и люблю его. И вот я пошла к своему клиенту, который сказал мне, да, ты хорошо вяжешь, но вот тебе такое задание. А клиент был у меня такой именитый дизайнер, которому я не просто добивалась встречи. Встречи к нему стоило мне довольно больших усилий добиться встречи с ним. И он в будущем уже стал моим учителем. Я выполняла для него задания, но и в то же время я всё время училась у него. И вот его первое задание. Он мне сказал, ты хорошо вяжешь, но представь себе, что ты залезла в помойку и вытащила оттуда непонятно что. Два свитера зацепились каким-то странным образом. Они какие-то порезанные, пожённые сигаретой, порванные, как-то там, в общем, ужасные такие. И вот они два зацепились друг за друга. Свяжи мне это. Как? Как? Как это можно связать? И срок он мне дал три дня. И я за эти три дня прожила вот то, что вы прожили на интенсиве. Как? Как это можно? Это невозможно. Но мне нельзя было отступать. Это не было игрой. Это было моё желание выйти на новый уровень работы с этим дизайнером. И поэтому отступать мне было некуда. Времени у меня было три дня. И я сделала это. И вот за эти три дня я прожила такую внутреннюю трансформацию. И по внутреннему ощущению я именно стала дизайнером. Я поняла, что вот это вот сложное задание, непонятное, которое выбивает тебя из твоих привычных границ, делает тебя творцом. И ты начинаешь искать пути. И вот это плохое, рваное, грязное ещё какое-то, оно может стать невероятной идеей для чего-то нового, для каких-то новых моделей. Посмотрите на мир моды. Какой он изменяющийся. Новая мода приходит, и все говорят, о, это невозможно. Но проходит время, и вот уже все это носят. Вот вся одежда должна быть точно по фигуре. Все эти мерки, они должны снято быть точно-точно. Посадка всё, плечо всё должно быть на местах. Но приходит свитер оверсайз, платье оверсайз, и оно на два-три размера, а то и больше того размера, который носит эта девушка. И это в моде. И это считается красивым. Раньше дырки, швы наизнанку, спущенные петли. Это было ужасно, это было просто невероятно плохо. Но сейчас это мода. То есть я утверждаю, что новые идеи кроются в ошибках. И мы должны их принять и начать у них учиться. У наших ошибок. Посмотрите новостную ленту или телевизор новости. Все эти новости плохие. Что в мире не происходит ничего хорошего? Что нету прекрасных и чудесных событий, людей, которые совершают открытия, ну просто живут прекрасной, счастливой жизнью. Что их нету? Что кругом только болезни, землетрясения, кровопролития? А в кино? Какие жанры в кино? Самые ходовые. Детективы, триллеры, хорроры, ужастики, море крови, монозавры, монстры, льба, кровь и в общем все это такое. Почему? А потому что это выхватывает внимание. И нам надо это использовать. Что-то, какая-то ошибка, которая выхватывает внимание. Я утверждаю, что новые идеи кроются в ошибках. Самый плохой вопрос не заданный. Самый ужасный свитер несвязанный. Тот, который вы хотели связать. Тот, который вы мечтали сделать, но боитесь ошибиться. И это самый плохой свитер. Ко мне на курс против правил пришла Алена Мирная, которая сказала, я 15 лет назад училась дизайну. Я нарисовала коллекцию. И 15 лет эта коллекция, эти все мои эскизы лежат, и я их не вижу. Но они не дают мне покоя. Я хочу сделать свою коллекцию, но никак не могу к этому приступить. И вот она на курсе начала эту работу. Она достала свои эскизы и начала вязать. Вязать по этим эскизам. И вот когда мы делаем шаги, ошибаемся, видим этого своего монстра, кракозябру, которую мы связали, и первая реакция, о боже, скорее, скорее распустить это. Но этот шаг сделан. А значит, мы уже на новом пространстве, на новом пути. И можем делать следующий шаг. Мы можем отложить эту кракозябру, не смотреть на нее, потому что ужасно она выглядит. Но потом, на следующее утро, или уже в этим вечером, вы достанете ее, посмотрите и скажете, о, какие тут интересные решения. Я утверждаю, что сделанные шаги придают нам уверенности. И мы уже оказываемся в пути. И новые идеи кроются в ошибках. Я предлагаю вам еще одну игру, в которую вы играете теперь сами. А если очень она вам понравится, мы вместе в нее сыграем. Игра такая. Мы делаем два списка. Вот представьте, вы решили спечь пирог, и у вас есть какой-то рецепт. Ну, что у нас для пирогов, для тортов? Мука, сливочное масло, яйца, корица, ваниль. Все такое, то, что подходит для тортов и пирогов. А вот вы решили сделать жаркое. Или гуляш, или какую-то для вечера еду. И там у вас есть овощи, мясо, перец острый, перец сладкий, какие-то еще специи такие специальные. И вы делаете два списка таких. Вот это все ингредиенты для торта, а это для жаркова. Перемешиваете все эти ингредиенты, кидаете их в общую шапку, перемешиваете и достаете. И вот у вас нужно сделать что-то, где есть и мука, и яйца, корица, и там же перец, мясо, что-то невозможное вообще. Давайте посмотрим, как вот это сейчас используют на самом деле шефы. Уже не новость, что салат можно сделать, ну, как обычно, там огурцы, помидоры, сладкий перец, горький перец, и груша сладкая. Вот. То есть вот в этих списках, где у нас есть условно сладкое и условно соленое, можно взять что-то соленое, добавить к сладкому, а что-то сладкое добавить к соленому. Я когда-то очень сильно удивилась, когда мне рассказали, что входит в состав сладких пряников. Я жила в станице, и там был цех, в котором пекли пряники. Пряники были невероятно вкусные. И оказалось, что в составе там много разных специй, и в этих специях есть черный горький перец. Я была поражена, как это в сладких пряниках, оказывается, в какой-то пропорции есть горький черный перец. И вот я вам предлагаю эту игру. Вы берете два списка, в котором все хорошее, ну, условно хорошие косы, ровные резинки, там пропорции какие-то ровные, и другое все плохое. Вот как у нас в игре было спущенные петли, порезанные края, узкие рукава, узкая горловина, или наоборот, сильно широкая горловина. И вы берете, делаете два списка, и тусуете их, и потом выбираете. И такой, и такой, и такой, и такой. Вот такую игру я вам предлагаю. А еще я вам предлагаю, приглашаю на курс против правил, на котором мы шесть месяцев идем вместе и совершаем вот этот вот переход от того, как вязать, как создавать, как это выделяться, как это найти свой почерк и стиль, как найти какие-то невероятные новые решения. Мы идем шаг за шагом. Буквально от деталей, от элементов. Как вязать регланную линию, как вязать ее с разным уклоном, как вязать ее более пологую, более крутую, как сделать рукав и вскосе рукава, как его разомить, как манжеты делать, потом воротники, капюшоны, карманы. А потом уже мы начинаем вязать вещи. Топ, платье, туника, брюки, шапки, шали. И везде все поперек. Вот как у меня здесь связано платье поперек. И в это все, все, все мы вяжем поперек. Я сама собирала эти свои способы последние 12 лет. Вот именно все способы по поперечному вязанию. Потому что оно было быстро, необычно. Я добивалась отличных результатов для своих клиентов, для своих коллекций вот этим способом. А поэтому я все время эти все методы и способы собирала. И вот на этом курсе я их последовательно даю. Там есть свои чертежи. Я даю свои чертежи, наработки, чтобы быстрее включиться в этот самый процесс. На курс можно приходить. И если у вас большой опыт вязания, вам все равно этот метод будет очень интересен. Если у вас совсем нету никакого опыта, и вы только начинающие, вам будет здорово и продуктивно начать прямо с интересных методов вязания. На курсе есть 4 разных пакета участия. От самостоятельного до того, когда я вместе с вами, до индивидуальных встреч. Работы такой непосредственно под вас, под ваши темпы, под ваши запросы, под ваши желания, какая у вас мечта, к чему вы хотите прийти. Сделать интересным свой необычный, найти вот необычные вызовы, необычные способы вязания в своем хобби. Или вы хотите создавать свою коллекцию и успешно продавать ее. Это именно то, что непосредственно как раз и рассказывают мои выпускницы уже. Наталья Брагилевская сказала, она сама профессионал, закончила высшее образование именно как дизайнер-трикотажник. Она сказала, таких невероятных способов вязания не было. Я знаю, что они точно придуманы мною, их точно нигде нету. И для нее это был вызов, было интересно, как технические такие решения необычные. Это было просто невероятно именно для своего хобби. И вот другие мои студентки, которые прошли этот курс, и у них теперь задача связать коллекцию для себя, такой как Снежана, как Татьяна Любимова. Начать вязать уже клиентам Светлана Алексеева и Татьяны Стенникова, с которой мы сейчас начали уже индивидуальную работу, и она хочет создать свою коллекцию, свою коллекцию на профессиональном уровне, когда это начинается от самого-самого идеи. настоящая коллекция строится не от выбора ниток, не от просмотра картинок, она строится от внутренней идеи, потому что вы, как человек искусства, пишете картину, пишете музыку, пишете книгу, вы пишете ее из своей души. Так же точная коллекция создается из своей души. И мы над этим сейчас уже работаем с Татьяной, которая закончила курс против правил. Я вас приглашаю на курс, вам будет невероятно интересно в сообществе таких же рукодельниц, как и вы. Мы на встречах еженедельных все друг друга видим, встречаемся онлайн и разговариваем о наших проблемах, о наших успехах, задаем вопросы, каждый отвечает что-то свое, и это всегда очень интересно. Приглашаю вас на курс против правил. И еще до начала курса открывается сразу нулевый модуль, в котором есть уже уроки, которые можно начинать выполнять. И также можно уже присоединяться к общим встречам, даже до начала курса. Этот курс очень помогает в том, чтобы найти свой почерк и стиль, чтобы начать вязать интересные, необычные модели, и проверить, как это идеи кроется в ошибках. Давайте это проверим. Итак, вперед в путь! Приглашаю вас! Продолжение следует...